Самарская студентка социально-педагогического университета Мария Казандаева учится на факультете иностранных языков. Стипендия 2300 рублей. На жизнь зарабатывает репетиторством. С четырёх учеников в месяц имеет около 10 тысяч рублей. После возможного введения налога для самозанятых со следующего года Марии придётся перечислять в казну 4% от заработка. Такой сценарий девушка, у которой каждая копейка на счету, не устраивает. Студенты идут работать не от лёгкой жизни, как говорится. Те, кому деньги не нужны, они не ходят работать, и у них достаточно средств на свои нужды. Люди, которые идут работать, им эти деньги необходимы, чтобы с них ещё снимали налог. Я считаю, что это неправильно. Мне придётся идти куда-нибудь в другое место работать, а я бы очень не хотела прощаться с этой видой действий. Я думаю, что, как я, поступит далеко не один человек, а процентов 50 студентов, которые таким образом зарабатывают на жизнь. Самозанятые и обслуживающие юрлиц будут перечислять в бюджет 6% от своего заработка. Ими считаются те, у кого нет работников, и кто получает доход не более 2,5 миллионов рублей в год. Все платежи проходят через специальное приложение «Мой налог». Взносы на медицинское и пенсионное страхование можно не платить. При этом в пенсионный фонд ничего не идёт. Для самозанятых граждан то время, которое они являются самозанятыми, не учитывается с точки зрения назначения пенсии. То есть для государства в это время граждане как будто бы вообще не работали. То есть их пенсия за это время не будет нисколько отличаться, как если бы они просто были безработными гражданами. Такой режим введён в четырёх регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 2020 года могут добавиться ещё 19, среди которых и Самарская область. Впрочем, пока многие граждане не спешат выходить из тени. Например, в соседнем Татарстане за 10 месяцев налогоплательщиками стали около 1% населения, что дало 50 миллионов рублей поступлений в бюджет. В местном отделении деловой России настаивают, что выводы делать пока рано. Люди сейчас очень боятся и стараются выходить всё-таки в правовое поле работать. И это хорошая тенденция, которая наблюдается в последние годы. Нам всё-таки больше такая социальная ответственность у людей сейчас возрастает. Поэтому и увеличение налогов, и увеличение ответственности у людей тоже будет. Просто нужно время, и польза однозначно будет. Просто нужно время. Это ни год, ни два. Основная часть поступления от налога пойдёт в региональный бюджет. 40% – фонд медицинского страхования.